Так, Анжела, Анжела, Евгений, социальные сети пестрят фотографиями, где вы занимаетесь яхтингом и гольфом, у вас всегда было пристрастие к отдыху, а у вас всегда, это вопрос, у вас всегда было пристрастие к отдыху миллионеров? Нет, не всегда, Анжелочка, когда-то я и не думал заниматься такими вещами. По поводу яхтинга, я очень давно чувствовал в себе сказочное желание научиться управлять морским судном, я еще тогда не понимал каким, как, что и даже догадывался, что скорее всего к этому я не приду, потому что я не понимал с какой стороны подступить к этому. И в какой-то момент я понял, что однозначно хочу, поскольку для меня страсть самая большая это море, то есть я очень сильно люблю море, для меня море это лучший отдых. Без разницы, видеть его, трогать его, быть в море и возле моря для меня очень важно. И в какой-то момент я понял, что мне очень сильно хочется быть, научиться управлять яхтой, для того, чтобы можно было собирать друзей, брать яхту и выходить в море, и вот так проводить время. И я долго эту мечту где-то там, она у меня там гуляла, гуляла, и в какой-то момент я решил, пойду и получу права, то есть хотя бы узнаю, как их получить. Нашел яхтиную школу, которая обучает капитанству, сдал теорию, прошел обучение, теория все как на водительские права, если честно, вообще ничего сложного нет. Сдал теорию, потом мы проехали, сдали практику, и вот, собственно говоря, теперь международные права IYT, которые позволяют мне практически в любых водах в качестве капитана путешествовать на яхте. Вот. Поэтому отдых, ну, нереально передать невозможно, честно, если у вас нет морской болезни, попробуйте обязательно хотя бы пройтись на яхте в качестве отдыхающего, там, туриста. Вот. А если интересно прям совсем, попробуйте капитана, поверьте, это вообще, когда ты понимаешь, что у тебя появляется право управлять судном, чувствуешь себя вообще невероятно круто, честно. Так, для своего, именно вот, для своей уверенности классная штука. По поводу гольфа, я никогда не смотрел на этот вид спорта с какой-то страстью, пока не оказалось, что у меня очень хорошая знакомая в фейсбуке начала постить, что она занимается гольфом. И я начал все время смотреть и следить за этим, как это интересно. И вот потихоньку-потихоньку родилась мысль, почему бы и мне не попробовать. И вот пробую, пробую. Интересно, честно, тоже релакс такой. Во-первых, ты на природе. Во-вторых, ты постоянно пешком ходишь, ты продумываешь. То есть, опять-таки, отключается мозг от всей рутинной дневной, и ты вот занимаешься именно чем-то конкретным, да, цепь, там, этот шарик довести до лузы. И вот классная штука, классно попробовать. И также вот большой теннис добавил в свои спортивные интересы. У меня брат занимался большим теннисом в детстве. Но я почему-то никогда не думал присоединиться к этому, не знаю. Нам в детстве говорили, что это очень дорого, и денег хватало на кого-то одного заниматься теннисом. Но сейчас в обуви деньги есть свои, я вдруг вспомнил, думаю, елки-палки, я не занялся теннисом. Поверьте, все вот эти виды спорта, они полезны вам будут тем, что этим видом спорта занимаются интересные люди тоже. То есть, это люди, которые уже чего-то достигли, это люди, которые будут вдохновлять вас делать больше, зарабатывать больше, и относиться к своим бизнесам, смотреть на них еще шире, чем вы смотрите. Потому что мы, как правило, занимаясь своими делами, находимся в какой-то рутине, и порой взглянуть свысока или со стороны на это очень сложно. А здесь вы будете общаться с людьми, которые, часть из них уже прошла этот путь и смогут посоветовать что-то. Часть из них подключается на этот путь, и вы уже сможете что-то посоветовать. Это классно, классно общаться с людьми, которые достигли больше, чем ты. Это вообще вдохновляет. Максимально окружайте себя такими людьми, с которых можно взять пример и спросить мнение, как минимум. Я не говорю, что к нему надо, следовать ему надо, но послушать мнение людей, которые успешны, а еще и лучше, чем вы, успешнее, чем вы, это вообще, это золотое правило всех миллионеров. Так, пользователь Игорь. Игорь, на что вы потратили первый миллион? Ну, Игорь, я его не в лотерею выиграл, а те, кто в лотерею выигрывает, они могут его на что-то потратить. Когда ты делаешь бизнес, ты тратить миллион как бы не можешь себе позволить. Я не знаю ни одного миллионера, который просто говорит, я потратил миллион на какую-то там билиберду. Все деньги заработанные сразу же идут в инвестирование дополнительных бизнес-процессов, открытие новых компаний или инвестирование уже существующих компаний, для того, чтобы масштабировать бизнес, добавлять какие-то отрасли к этим бизнесам. И вот, например, в ресторанной сфере мы сейчас готовимся открыть сеть ресторанов и смотрим, ищем локации, готовимся, вот, пожалуйста, часть денег там, будет инвестировано туда. Компания Кодекс юридическая, это офис в Гуанчжоу, офис в Сирии, в Дамаске. Сейчас ищем варианты выхода на новые рынки, и опять-таки, вот, это все требует финансовых затрат. По трейдингу на сегодняшний день, помимо торговли с Китаем, наша компания начала торговать и на внутреннем рынке, и добавляем страны на внешние. Это и Дубай, и Катар, и в Европу будем пробовать. Пока еще ничего не делали, мы вот начали пробовать. Поэтому вот это все деньги. Нет такого, что я их отложил в носок там и, не знаю, и жду, когда их потратить. Такого не бывает. У меня, по крайней мере, в жизни. И вам не советую. Будут деньги, инвестируйте. Это гарантия того, что вы сможете стать еще успешнее, чем вы есть на сегодняшний день. А если денег нет, почитайте книгу Роберта Киосаки. Он прекрасно описывает базовые понимания того, как, ну, там, стать богатым или становиться богаче. Поверьте, тратить деньги, это, ну, надо на те вещи, без которых вы не можете. То есть, если вам нравится комфорт, понятное дело, что вам нужна нормальная одежда, там, и так далее, там, какие-то средства передвижения, жилье. Но тратить именно вообще так совсем-совсем надо стать миллиардером. Вот тогда, наверное, можно и повеселиться. Так. Маргарита. Скажите, пожалуйста, свободно ли сердце Евгения Ковтуненко? Ну, да, мы же уже обсудили этот момент. Свободно. Свободно и ищет свою половинку. Половиночка. Если ты слышишь меня, я здесь. Привет. Да, 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 нет у меня времени, не знаю, найду скоро. Давайте, надо, надо встречаться чаще, мне кажется, еще в женских кругах, а то у нас все время бизнес, 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 бизнес. Надо начинать искать жену, наверное. Так, Евгения, а какие направления юридического бизнеса самые прибыльные? Евгения Ковтуненко, это самые прибыльные. Ну, если, это пользователь Виталий, если Виталий интересуется с точки зрения, прям, построения юридического бизнеса, ну, самые прибыльные, это все, что связано с судебными исками, то есть представление интересов клиентов в судах. Потому как здесь важность, важность того, что вы делаете, и экспертность оценивается наивысшим образом. Это касается как судов хозяйственных, например, защищая интересы компании, да, в спорах между компаниями, так и уголовный процесс в особенности или в частности. Потому что в уголовном процессе там совсем вообще, представляете, то есть у человека что-то произошло, и теперь решается его судьба. Понятное дело, что хорошие эксперты в уголовном процессе стоят недешево. Но и взамен мы предоставляем, не знаю, тем, у кого уголовный процесс, свободную, свободу, собственно говоря, в результате. А тем, у кого хозяйственные споры тоже, ну, нормальную жизнедеятельность компании предоставляем. Поэтому, выбирая юридические отрасли, стоимость ваших услуг будет зависеть, если, конечно, Виталий юрист, как юрист спрашивает, стоимость ваших услуг будет зависеть от вашей экспертности. То есть мы тоже когда-то прошли, мы там предоставляли услуги по 300 гривен, ну, так мы, наверное, и стоили 300 гривен в своем эквиваленте интеллектуальном. Сейчас, конечно, это дороже, потому что уже и уровень, уровень вышли на другой. Уровень знаем больше, потратили времени на это больше, и уже больше 10 лет мы, собственно говоря, тратим время на то, что вот консультируем людей, помогаем людям и так далее. Вот, поэтому, но, как бы опять-таки, не деньги главное. Тут качество. Качество это то, что важно в юридических услугах. У вас может студент, выпускник, вернее, там, юридического вуза попросить 10 тысяч долларов за предоставление, представление интересов там в суде, например, а толку с этого никого не будет, потому что у выпускника нету опыта, который за деньги не купишь.